Всем привет! И сегодня у нас выпуск, в который войдет 15 самых удивительных трюков. Теннис на крыльях летящего самолета или прыжок с одного самолета на другой. Прыжки без парашютов и с парашютом на мотоцикле. И, конечно, это видео не обойдется без высоты и учащенного сердцебиения. Хотите узнать, как создать бизнес в сфере недвижимости, при этом даже не вкладывая своих денег и зарабатывать при этом сотни тысяч рублей в месяц абсолютно законным путем? Рекомендую вам один из самых крутых и актуальных способов по заработку на недвижимости в кризис. Более 40 учеников уже заработали от 1 миллиона рублей и выше с каждой своей сделки. Начните зарабатывать и вы. Все отзывы и подробности по ссылке в описании. Пламя в лицо, рев мотора и незабываемые ощущения на всю жизнь. Именно их и получил американский экстремал Рено Жатон, проехавшись лежа на животе прямо за реактивным драгстером. Специальный костюм и металлические наколенники послужили отличной защитой Рено Жатону, а особенно его коленям. Автомобиль развил скорость в 380 км в час, после чего каскадер, нагретый до приличной температуры, разжал руки и успешно завершил свой трюк. Ник Валенда – человек, обладающий стальными нервами и умеющий идеально контролировать свое тело. Его трюки поражают, если учесть, что он выполняет их абсолютно без страховки. Самым зрелищным является переход по канату через Ниагарский водопад летом 2012 года. Его поход продолжался 25 минут, после чего довольный Ник наконец-то ступил на долгожданную землю, а вместе с тем в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сам Валенда был вынужден впервые в жизни воспользоваться страховкой, что было обязательным условием прохождения над водопадом. Однако в июне 2013 года Нику покорился Гранд Каньон, который он перешел по канату без страховки. Этим он установил шестой по счету мировой рекорд, который будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Прыгать с парашютом страшно, а без него – ужасно. Но экстремалу по кличке Анти Пенди Кайнен прыжки без парашюта доставляют колоссальное удовольствие. В ноябре 2015 года Анти решился на прыжок без парашюта с воздушного шара, который находился в более чем в трех километрах над землей. Этот сумасшедший опасный трюк проходил под присмотром еще двух парашютистов, цель которых – в полете поймать Анти и не дать ему разбиться всмятку. Оголив торс, он шагает в бездну из облаков, а спустя примерно 70 секунд свободного падения восторженно рассказывает на камеру о своих впечатлениях. Перебраться с крыла летящего самолета на другое крыло другого самолета. Член команды Red Bull Skydive Пауль Стейнер готовился к этому трюку на протяжении полугода и, видимо, не зря. Два самолета, несущиеся на огромной скорости один над другим, ветер в лицо. Кажется, что вот-вот и каскадер упадет с крыла. Однако все обходится, и трюкач благополучно осуществляет задуманное, после чего на радостях касается оперения летящего вверх тормашками самолета. Сумасшедший, по-другому и не скажешь. Парк Йосемити – любимое место времяпрепровождения Алекса Хональда. Американский скалолаз прославился своими соло-покорениями различных каменных вершин. В 19 лет он бросил учебу и с тех пор все свое время посвящает лазанью. Взобраться на отвесную скалу – без проблем. Самым опасным его восхождением считаются покорения вершины «Сияющий путь», причем без какой-либо страховки. Одно неверное движение – и он полетит вниз. Зрелище, которое по-настоящему заставляет ваши ладошки потеть. Вообще, этот скалолаз-экстремал известен не только соло-восхождениями, но и прохождениями сложнейших скалолазных маршрутов на время. Например, в 2012 году Алекс установил рекорд скоростного скалолазания без страховки, преодолев гору «Эль Капитан» высотой в 910 метров за 2 часа и 23 минуты. Кто сказал, что люди не могут летать? Винг-сьютеры могут. Кто это такие? Это люди, использующие для полета винг-сьют – специальный костюм, который превращает человека в подобие белки-летяги или летучей мыши. Благодаря нему человек способен планировать и маневрировать в полете, снизить вертикальную скорость до 35 км в час и развивать горизонтальную скорость до 350 км в час. Уилли Эммануэль решил попробовать доселе небывалое – пролететь на Винг-сьюте, филигранно вписаться в крутой поворот и прошмыгнуть в двухметровую дыру в скале, после чего приземлиться, если, конечно, он останется живым. После тщательной подготовки все проходит, как он задумал. Правда, сам Уилли позже скажет, что это был первый и последний подобный трюк в его жизни. Теннис на крыльях летящего самолета. Почему бы и нет? Такой трюк был осуществлен двумя небезызвестными теннисистами, одним из которых был великий серб Новак Джокович. Опасность этого переоценить сложно, а сложность – запросто. Самолет, летящий на огромной скорости, а также встречный порывистый ветер негативно сказываются на теннисном мяче. Такие условия ни капли не смутили двух игроков, а теннисный матч на крыле самолета на полуторакилометровой высоте состоялся и закончился ожидаемой победой серба. Интересно также, что это видео было проверено разрушителями легенд, которые сочли этот трюк возможным в нормальных погодных условиях и при оптимальной скорости ветра. Кто-то бежит от цунами, а кто-то плывет им навстречу. Небольшое, но популярное место среди экстремалов – Прайя-ду-Норти – славится своими нереально огромными и смертоносными волнами. Холодная вода, шквалистый ветер и голые скалы – все, что нужно для прекрасного времяпрепровождения – серфинга. Многометровые валы привлекают искателей острых ощущений со всего земного шара, однако, увидев эти волны, прокатиться по ним решаются не все. Именно здесь, в ноябре 2011 года, известный американский серфер Гаррет Макнамара попал в книгу рекордов Гиннеса за покорение волны высотой в 27 метров. А в январе 2013 года Гаррет в том же месте побил собственный рекорд – он покорил волну высотой 30,5 метров. Лес, озеро, трамплин и мотоцикл – все, что нужно для очередного захватывающего трюка. Все та же команда экстремалов с человеком без парашюта, имя которого – Анти Пендиканин. Большой трамплин установлен, и каскадер готов получить колоссальную дозу адреналина. Странно, что этот прыжок не обошелся без парашюта, который крупным планом виднеется на спине каскадера. Разогнавшись до 150 километров, трюкач взмывает в воздух на 40 метров, благополучно топит свой мотоцикл и сам спускается за ним на парашюте, который и смягчил приземление в воду. И снова Рэдбул, и снова горы, и море экстрима. На сей раз зрелище разворачивается в пустыне, где Келли МакГерри совершает свой очередной спуск с горы. Один из самых талантливых маунтинбайкеров планеты, который, к сожалению, ушел из жизни 1 февраля 2016 года из-за остановки сердца. Во время езды по горным дорожкам он выделывал удивительные трюки. Ликующая публика, море фанатов и один трамплин. Проехав серпантиновые дорожки и набрав приличную скорость, под восторженные возгласы он взлетает на трамплин и делает красивейший бэкфлип над 22-метровым каньоном. Келли МакГерри получил награду за лучший трюк на шоу Рэдбул Рампэйдж в 2013 году. Маленький мальчик Денни всегда мечтал кататься на велосипеде и при этом выполнять различные сложные трюки. И вот этот мальчик вырос и стал Денни МакКаскило, профессиональным велотрюкачем. Денни совершенствовал свои навыки и в 2013 году своим трогательным роликом буквально взорвал интернет. В нем он предстал в образе мальчика, который вырос, а вместе с этим выросла его детская комната. Видео, в котором он выделывает потрясающие трюки, на данный момент собрало 66 миллионов просмотров. Боб Бранкуист заставил изрядно понервничать всю экстремальную интернет-общественность. Свой трюк он описал как «прыжок в бездну». И действительно, по-другому это назвать никак нельзя. Установив огромный трамплин во всем известном Гранд Каньоне, Боб сегает в пропасть вместе со своим скейтбордом. Поначалу кажется, что это безумие, но можете выдохнуть, ведь с собой он захватил парашют. 650 метров над уровнем Шанхая. Именно такую высоту покорили отечественные руферы Вадим Махоров и Виталий Раскалов. Проникновение на строящуюся башню прошло успешно, и взобравшись на сотый этаж, экстремалы решили переночевать в новостройке, ибо облачность не дает прочувствовать всю высоту. На рассвете им покоряется вершина башни, но над ней возвышается высотный кран. Тогда руферы решают покорить еще и его, и во что бы то ни стало забраться как можно выше. Восхождение на кран является самой опасной частью, но наконец они покоряют и эту высоту. Верхолаз из Сибири отличился трюками на крыше небоскреба в Гонконге. Имя его Олег Шерстиченко. Он забрался на крышу одной из высоток и продемонстрировал на самом краю головокружительные акробатические навыки без какой-либо страховки. Стоит отметить, что Олег популярная интернет-персона, его инстаграм насчитывает более 700 тысяч подписчиков, а видео со скейтом и небоскребом, скорее всего, было рекламой бренда наручных часов. И напоследок, человек, у которого совсем иной взгляд на трюки. Рик Майзель начинал свою карьеру еще в лихих девяностых. Он стал известен миру как человек, способный выбраться откуда угодно. Его коронным номером является освобождение из работающей стиральной машины. При этом Рику еще связывают руки, дабы усложнить ситуацию. В данный момент на счету Смельчака 42 успешных освобождения из 40 стиральных машин разных марок. Всем спасибо за просмотр! Надеюсь, вам понравилось видео!